Вот виновники торжества были из донных осадков, из проб воды, выделены культуры микроводорослей. Это прежде всего представители родов гимнодениум и корения, хотя были и псевдонейшие, были и динафизисы. Следы сакси-такси насвидетельствуют о том, что были Александры, но виновники торжества, пожалуйста, следующий слайд, это виды корений. Наши анализы были проверены по новейшим генетическим банкам данных, которые нам открыли наши зарубежные коллеги. И, в общем-то, основной виновник цветения и выделения токсинов, поглевших гибель донных животных, это корения солиформис. Была обнаружена достаточно высокая плотность этих клеток. Кроме этого, проведено тестирование вот этих самых отмерших, осевших на дно фрагментов органического вещества на донных беспозвоночных в экспериментальных условиях. И действительно, биотестирование показало вот такое фатальное воздействие. Пожалуйста, следующая картинка. Вот точки, где были обнаружены те самые корения солиформис. Они являются производителями, пожалуйста, следующий слайд, довольно большого комплекса токсинов. Над определением этих токсинов работают их Кеннский институт биорганической химии и институт биорганической химии здесь, в Москве. Достаточно много разных токсинов уже удается расшифровать, но эта работа продолжается. Пожалуйста, следующий слайд. Я сразу же предвосвещаю некоторые вопросы. Мы взаимодействуем, безусловно, с нашими зарубежными коллегами. Об этом, я думаю, Татьяна Юрьевна Орлова может сказать. Пожалуйста, следующая картинка. А вот эту картиночку я специально хотел вам показать. Эффект дежавю, да? Тоже песчаный пляж потяженностью 100 километров и засыпан донными беспозвоночными жвертами. Звезды, ежи, донные рыбы. Но это не Камчатка, это Калифорния. И тоже массовое цветение того самого представителя микроводорослей корения. Таким образом, мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода корения представителей динофлагелят. Также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное объединение воды к кислородам, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой днеющей массы. Именно поэтому среди погибших мы видим именно донных гидробионтов, а не придонных и пилогических представителей. Но это, наверное, на потом. Если отвечать на извечный русский вопрос, кто виноват и что делать, виновата природное явление. А что делать, у Российской Академии Наук есть совершенно конкретное предложение, как организовать дальнейшую работу. Спасибо.